Друзья, приветствую! Дмитрий из Петербурга прислал посылку, но это моя вина, накосячил я чуть-чуть, дал ему, забыл, что он из Питера и дал ему адрес почтовый в почте. Значит, в посылке у нас масло Mobil Super 3000X1, формула FE 530 и вот баночка свежего, это у нас самое новое масло от Noos, Noos Alpha, тоже 530, опять бы 5. Вот, это масло сейчас залито в автомобиль, из которого вот данная отработка Мобила. Ну, давайте приступим. Первым делом, естественно, я свежим Мобилом обновлю спектрограмму на болванке. Вот вы видите этот процесс, вот такая спектрограмма данного Мобила. Есть какая-то небольшая здесь ступенечка СТРовая, давайте посмотрим. Вот примерно 7, может быть, 0,08 уровень СТРов, причем тех, которые до 1720 длины волны. Их два как бы типа четких, до 1720 и до 1760. Честно говоря, не знаю в чем различие, но будем разбираться постепенно. Так, спектрограмма обновлена, сейчас надо подкорректировать данные, которые изменились вместе с измененной спектрограммой, ну и посмотрим. Так, прибор, значит, намерил щелочное, как 9,3, но с учетом разницы ГОСТов, кстати, статья в описании есть, ГОСТ для отработки пониже получается. Это обусловлено разницей в наличии кислот в свежем и отработке разной кислоты. Их несколько. Вот, подкорректировал под 10 в соответствии с лабораторными исследованиями. Уровень противоизносной присадки был практически 100%, так же как в болванке, сделанной из кастрол 0,30, как я уже говорил. Данные по кислотному я оставляю прежние, тут прибор их сам намерил, 1,52, очень, кстати, низкий уровень, ну для, особенно для такого щелочного. Ну, естественно, сажу подкорректировал и гликоль в нуле. Все это лун создан, можно приступать к проверке отработки. Вот информация по автомобилю. Рейнджер-Ровер 2012 года, 3-х литровым V6 турбо-дизель на чипе с отключенным EGR. Общий пробег 246 тысяч километров, пробег на масле 6 тысяч. Средняя скорость 20 км в час и 300 моточасов. Было, видите, долито 1,2 литра масла. Ну и смотрите, какая картина. Значит, по противоизносным присадкам 80%, кислотная 2,51, получается, на единицу выросла. Смотрите, какая низкая сажа для города. 0,23, это очень низкий показатель для города, то есть топливная в идеальном состоянии. Щелочное просело совсем немного, 7,2. Ну и все остальные показатели, то есть ничему не придраться. Не смесь нормальная, значит, и нитрова, не окисление. В общем-то масло шикарно. Ну и, кстати, странно, воды не намерил совсем. Значит, прибор в этом образце, несмотря на то, что это городская езда, явная такая, как написал Дмитрий, с большим количеством холостого хода. Ну, может быть, перед этим где-то прохватили, хорошенько прогрели. Ну и давайте сравним вязкость с свежей отработкой. Смотрите, типичная картина для отключенного EGR. Небольшое загущение масла. Уже не первый раз с этим сталкиваемся. Вот, если отключаете EGR, с большой долей вероятности масло будет загущаться понемногу. Да, не забывайте поставить лайк, подписаться, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и давайте посмотрим оценку. Ну, оценка у меня получилась просто космическая. Я думаю, конечно, свою роль сыграло то, что, значит, отключен EGR. Второй момент. Я бы обратил внимание, что это, скорее всего, такой дизель. Без достаточно такой уже старой школы, скажем так. Без новомодных вот этих наворотов в виде высокой, очень рабочей температуры и прочего. То есть, ну, шикарно. Да пусть даже доливка повлияла в сторону увеличения. Но даже если это 500 часов, без доливки было бы. Все равно, на мой взгляд, результат просто шикарный. Масло отработало вообще супер. Как бы претензий нет. Не по мотору. Ну, я даже не знаю. Кстати, низкий, да, очень уровень сажи для города. Не знаю. Обычно такое по трассе проявляется, честно говоря. Вот. Ну и... Если бы мне обезличенный образец дали, я бы, наверное, сказал, что это как минимум смешанный режим. То есть, приличное количество трассы. Вот. И пробег, в принципе, ну, такой для автомобиля уже немаленький. Ну, тем не менее, такие... Такой образец, такие данные Дмитрий предоставил. Вот. Благодарю его за это. И за образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю. Также. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока.